привет дорогие друзья вы на канале металлик дэни и сегодня с вами посмотрим на новую колоду осады осада немножко бафнулась ей добавили пару новых карт которые которых не хватало осаде и теперь она выровнялась и все ощущают в текущей мете тучи мете у нас сейчас играют агроиды эльфы аристократы альбрых то есть все это в теории осада проходит и довольно таки неплохо проходит наверное самый главный плохой для нее матчап это наверное пираты из такого прямо самого метового ну что пиратов и брони много и бьет насильно поэтому наверное самый худший матчап но даже этот матчап можно пройти при правильном грамотном распределении ресурсов в общем колода неплохо кода сильно сейчас мы с вами и разберем перед началом ролика не забудьте подписаться на канал если вы тут впервые не забудьте поставить лайк под роликом и лайк под колодой на сайте playgwind это помогает продвижению моего канала также не забывайте спать дискорд сервер все анонсы новости касаемые гвинта и канала все будет там поэтому ссылочки в описании но мы переходим к разбору этой колоды тут даже есть немножко девушен в этой колоде это кирак морпех по приказу сравнениям он по преданности усиливает отряд на 4 единицы то есть карта ходит на 74 когда-то давно это было очень много сейчас это такая такая типа норма норма темно 4 пойдет а вот колода играет на преданности в принципе тут ничего не теряет и ничего не приобретает просто такой вот микро факт в общем обилка лидера вас побуждение к действию приказываю усиливайте дружный отряд на 2 если это не нейтральный отряд также добавлять ему рвение вы имеете три заряда эти три заряда вы будете давать в три три карты это король дима вент это мистера фара и зильтрек из гулета ни в какую другую карту выдавать его не будете вот сами разберем карты от самой так сказать простой до самой сложной мистера фара эту карту вам желательно найти в первом раунде очень желательно по приказу вы добавляете из разорвения и играйте бронзовый отряд из вашей руки затем берете карту имеет также ходы до восстановления пять ну когда они кончатся то вы опять может сыграть бронзовую карту а если есть подкрепление то подкрепление слева и справа стоят солдаты а либо чародеи в данном случае то вы наносите по две единицы урона случайному вражескому отряду каждый раз когда размещаете рядом с ним мистера пара а карту то есть если вы возле мистера пара ставите солдата или чародея то также будете носить беден с урона случайному отряду ну солдатов чердеев вас тут нет солдат вас тут немного это я наталис а кирак морпех две штуки и по-моему все да это рыцарь это аристократ поэтому редко будет использовать эту обилку еще сады мастера могут слева справа стоять и как-то помогать подкрепление активировать зильтрик по приказу рукопашном ряду вызывает вражеский отряд на дуэль то есть вы наносите урон по очереди желательно зильтрик а раскачать что он будет на семеркой и вы какой-то вражеский отряд можете неплохо таки убить армер у ловушках у ловушках у ловушек лучшие цели это какие-нибудь например ванадайн в общем по матча вами думал вы поймете что и как нужно уничтожать анимированная карта будет очень балдежная решили анимировать очень круто выглядит а и третья карта которая у нас идет под побуждение действию это кроль дима вент по размещению он для 3 карты из вашей колоды а и по приказу играет из копию одну из этих карт затем убирать из списка имеет ходы до восстановления как вы будете его играть зачастую вы будете ставить короля а бафать его побуждением действию а и получается выбирать по размещению следующей карты две лебедки и какую-то карту которую вы не нашли которая вам нужна король хенсельд осада допустим есть рафара но редко вы не будете это играть эту комбинацию в первом раунде не знаю таких случаев в общем вы сначала кидать у него лебедку бафайте короля на 5 добавляете ему ходы до восстановления у него сразу откатывается это все вы кидать его еще одну лебедку него опять откатывается он уже будет иметь 17 силы и выставить какой-то отряд то есть вы и прокручиваете себя таким образом и сразу активируете короля и ставите какую-то крутую карту за короткое время короче в этом плане король очень силен повторюсь он удаляет три карты играет их получается из этого списка который удаленных отрядов и очень даже круто реализуем плюс лебедки являются военными искусствами а соответственно они работают под наши некоторые карты осады активируя у них восполнение они чуть-чуть попозже давайте разберем с вами еще немножко прокрутки я наталис солдат по размещению рукопоставим ряду он играет карту военного искусства из вашей колоды у вас и тут большое количество это боевая высадка карта эхо которая играет нейтральный отряд из вашей колоды частое мощная ма не превышает 9 единиц и усиливает его на 1 за каждую единицу которую вы не потратили ну а через месть черебевую высадку вы можете брать абсолютно все отряды до зильтрика мистера пара короля хенсельта и короля демовенда выбрать не можете они больше силы имеют вот что у нас есть еще какие у нас есть а карты военного искусства это бомбардировка вы случайным образом распределяете 4 единицы урона между всеми вражескими отрядами но увеличиваете урон на один за каждое осадное орудие в вашем распоряжении чем больше осадных орудий у вас будет тем больше вы нанесете урон а лебедки о которых мы уже говорили вы усиливаете отряд на 5 и уменьшайте ходы до восстановления ну и кипящее масло контроль на 5 по расправе вычищать смежные отряды очистка неплохат против например кому-нибудь гармонии саску да очистить против эрланда чтобы очистить опять-таки эрланда и как его можно было сразу бы добить в общем кипящее масло неплохо показывает себя вот в таких против таких колод колод но еще иногда может каких-нибудь опять тех же ловушечников победить или например против агроидов каким-то образом очистить стойкость почему бы и нет можно как-то это попробовать осуществить что у нас есть еще давайте разберем с вами осадное орудие баллиста на колесах имеет восполнение то есть уменьшать число ходов до восстановления на один каждый раз когда мы играем карту военного искусства по приказу в дальнобойном ряду вы наносите 2 единицы урона вражескому отряду и имеете кд-3 если есть подкрепление то также добавляйте этой карте броню в двух экземплярах лежит эта карта усиленная баллиста имеет строй и восполнение строй то есть вы можете поставить ее в рукопашный ряд у него будет рвение а можете поставить его в дальнобойный ряд у него рвение не будет она сама бафница на 1 по приказу вы наносите одну единицу урона и имеете кд-1 также имеется исполнение когда вы играете карту военного искусства она сразу активируется вновь осадные мастера карта прокрутки призывается эта карта когда вы играете получается карту осадное орудие то есть его надо иметь в руке а сыграть осадное орудие и тогда он пойдет на стол и дабы доберет вам какую-то карту и также по приказу он уменьшает ходы а до восстановления дружеского отряда на 1 зачастую вы будете играть и и его именно в под баллисты какие у нас есть еще осадные осадные орудия это осадная башня рвение приказа вы добавляете выносливость на 2 если есть подкрепление то сразу усиливаете эту карту на 2 имеет также ходы до восстановления новая карта катапульта каждый раз когда вы используете способность приказ вы наносите одну единицу урона вражескому отряду случайному а то есть по сути вы расставляете огромное количество осадных орудий ставите эту карту и за каждый ваш приказ эта карта также дополнительно будет наносить урон оппоненту довольно таки сильная карта и в этой деке она реально круто далее комбинация у нас такая есть король хенсельт а плюс гордость фольтеста король хенсельт по размещению играет отряд с подкреплением из вашей колоды каждый раз когда у смежного отряда уменьшается число ходов до восстановления вы усиливаете эту карту на то же значение вы будете зачастую играть именно гордость фольтеста и ставить короля хенсельта уже с картой которая есть ходы до восстановления допустим это какая-нибудь из этих двух баллист а чтобы он также от них бафался когда у них счетчик уменьшается гордость фольтеста имеет также восполнение то есть уменьшает число ходов до восстановления когда вы играете карту военное искусство по размещению и приказу она наносит две единицы урона вражескому отряду и по одной единице урона смежным с этим отрядом отряд имеет ходы до восстановления 4 но если есть подкрепление то вы уменьшаете число ходов до 2 то есть желательно чтобы когда вы поставили гордость фольтеста и когда вы будете прожимать возле этой карты стояла два солдата ну один создат это король хенсельт он будет в любом существовать вот этой карты а другого солдата вы можете поставить сами это я наталец или кирак морпех как-то так но либо осадные мастера например в общем расстановка в этой колоде очень очень важна ну и по моему последняя карта которую мы с вами не разобрали это одна из ключевых карт карта осад а сценарий а вы открываете главы каждый раз когда играете карту осадное орудие по прологу создаете усиленный требушет этот требушет располагается в дальнобойном ряду и в конце вашего хода он наносит по одной единице урона случайному вражескому отряду в дальнобойном ряду если есть подкрепление то есть слева справа солдат то вместо этого наносит случайному отряду урон когда вы активируете первую главу вы создаете таран в будем ряду таран также имеет восполнение по приказу он перемещается по приказу дальнобойном ряду он будет дальнобойном ряду стоять он перемещается в рукопашку наносит три единицу урона сильнейшим уражкам отряду и имеет ходы до восстановления путь возвращается в дальний ряд из дальнего ряда опять ударяет ну и уже по главе 2 вы играете бомбардировку чем больше осадных орудий у вас будет а с этим сильнее бомбардировка ударит в общем колода сильно а из каких-то не за макро моментов могу только одно сказать а мистер пара лучше кидать рукопашный ряд потому что больше отрядов у вас играть именно под рукопашку а уже когда вы будете ставить осаду и короля хенсальта лучше уже играть карты в дальнобойный ряд так у вас там будет и три бушеты и таран будет у вас есть лучше уже развивается под дальнобойный ряд естественно осаду вы не хотите отдавать как вон раньше короля димовенда тоже вы желательно хотите подсейвить а вот мистера пара желательно идти именно в первом раунде но опять-таки колода играется хорошо и в дали и даже в коротком раунде уже может неплохо играть но опять-таки для вас лучше долгий раунд потому что каждый ход вы будете носить какое-то определенное количество урона по оппоненту как то так вроде бы всю колоду разобрал достаточно подробно мне очень нравится этот архетип но конечно же против контроля лютого контроля бывают проблемы возникают но король дима вент поднял эту колоду прям почти скани колен переходим к практике и ок прочность играет пламя славы конечно дружище так заход вас очень хороший прям хороший хороший так берем лебедку ну я бы аккуратненько гордость фолькс убрал пойдет пойдет неплохо метро пара разыграем первом раунде причем возможно у него даже не будет контроль на семерку в первом раунде первым ходом окей как будто бы есть мысль кипящее масло сразу эту карту кидануть как будто бы смысл есть таки сделаем после этого мистера пара с отрядами вряд ли он после кила этой карты будет играть с нами долго но смотрим но посмотрим а ведь карты некуда я назову если хочешь нашли 10 кружки неплохо ракераком арпеха подсеем этот движок еще не только дриады целятся еще и мы целимся так этот раунд он нам отдает уже он его никак не выигрывает сожалению для оппонента вы начальники должны идти в бой да именно так и происходит своими ногами уйдет лишь один он опаздывает оппонента но мы на красный и у нас уже будет с ним битва на равных в этом плане нам неплохо тут очень даже неплохо давайте пока эту карту дадим вряд ли такие движки у нас будет жить в этой игре не всех поубивает это стоило сейчас посыпем ударить я лишний сад потерял но я не думаю что это решит что-то пам-пам-пам так окей добивает движочек смарт блин ну под мистера пары наверно пока еще оставил а давайте наверно сходим вот так можно эту карту поставить потому что скорее всего и член к на играть не будет сейчас у него такого контроля нет как будто бы могу ошибаться дима венда я в этом раунде не играл слишком огромные статы который желательно пока сохранить нас кстати короткий раунд плюс минус устраивает с дима вендом у короткого раунда не будет окей ну найдем хенс это хенс это можно и через короля сыграть главное лебедки найти лебедки гордость чтобы все это оставалось пацана надо единичку единичку нужно найти так ну в принципе норм принципе норм одну бомбардировку бы убрал я думаю это отлично лучше уже не будет лучше и не будет начинаем с осады в дальний ряд и в принципе мы можем его перетемповать попробовать перетемповать так все вам расставлять под дальний ряд дима вен добирать будет короля хенсель там про хенсель будет добирать гордость вольсты но это для нас плюс-минус контр матча потому что много контроля и мало статов свой стол мимо сейчас ну огромное количество контролем потратил что-то лапку давай а лапка на 3 лапка на 3 размашки удар так ставим пока баллистом ну возможно это главная проблема будет для осады всегда проблема это новый юнит и контроль лютый как каждая карта это контроль весело верно им играть добрям нашего добряка работягу молодец он молодец веселиться сидит главное в гвинте это фанится главное что тебе нравилось так 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 отряд пошел хорошо это военачальник я тоже смотрю ты боишься меня давайте так сходим не знаю ждем какому-нибудь фукусию это колодина с ваннерги играя тоже на хорошие статы ждем какие-то кимуть карту какие-нибудь такие-нибудь ну эта карта будет до огромных статов тир конечно его перед им повоете стороны вы будет отдавать но ничего страшного внутри галочку оппоненту нравилось играть в этом плане на молодец в этом плане он молодец сава так 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 плохо но к сожалению то очень мало очков социальных так ставим эту карту сюда ты стоишь перед королем стоишь стоишь и хенсельта сразу прожимаем ударим почему бы не дают такую возможность еще одну ребёточку не король хенсельта получается получается он это вера сюда поставим согласен оппонент пока ничего не делает не сражается за мир ну все три карты очевидно каждая карта отряд полетели полетели будем разграмливать второе что это контр матча для нас но даже даже его мы пока что вполне неплохо проходим ну как проходим вобьер он всех вобьет ну давай пожалуйста рукопаш неудачи эх неудачам не люблю я неудачу давайте так и наверное вот так ну мы тут наверно уже 2 нулировать будем нам делать нечего 041 ну неплохо сыграет бомбардировка вместе с тараном веселился ну вот страха для слабаков это почему-то боитесь у меня оба раньше карт и показать дать посмотрим ну с ван риге плюс а тут кир кира тоже не хватает по моему ай не не хватает по моему не хватает нифига там двенаж атом до двенашка ну и дамажит никого особо победа ребят но юнит помоечка контроль была разгромлена даже медведь понял ну ты бы мог в свой стол поиграть я бы тебя побил контр матча был пройден контр матча был пройден ну gg мы поставим но и что для нас это плохой матчап который мы прошли агроидов боиста ты свой стол но получаем мирор но на синий очень много будет зависеть от захода и пока что меня он не особо радует так масло бы я оставил лебедку убираем два пацана это хорошо по мордировку одну уберем тоже неплохо давать наверно кирака морпеха от этого маловато мистера пара нашли под конец имба так хорошо как даже немножко плохо потому что мы слишком много темпа отдаем может быть это и в минус играет нам не знаю так ставим сюда ну его может победить этот зильтрик если будет 11 7 это лучше баф ним зильтрик может убить все там есть зильт кирк ужас так темп он тоже дает нормально 2 2 2 2 тоже нашел тоже сильный игрок потому я отказываюсь от каждой 10 кто же силен может силен так ошибка была сначала эту карту поставить кстати потерял план давайте так сходим ну и прокрутим эту давай хорошо так потерял кто пульты но раунд очевидно понятно что уже не заберет у чего себе картонки ничего себе а может быть он и хочет забрать раунд не исключено такой только пацаны хорошо попадаем неплохо падаем отлично попадаем на ура кончик ну я понятное дело по сетски от оппонента после которого мы будем искать осаду а осада нам нужно очень нужно но пока ее мы не получаем получаем гордость фольтеста гордость конечно это неплохо лебедку убираем и получается гордость осаду мы не нашли но ее мы можем сыграть через нашего короля дима венда я бы наверно так и сделал король а дема венд много лебедок правда будет потрачено но тут особо нет вариантов лебедка лебедка и осаду удаляем оба бафом его все карты вон записаны жмякаем лебедка жмякаем лебедка жмякаем осада так так не романтия но это наверно тоже нет окей типа он боится что не перетемпует эту карту странно странно но ладно пока сходим наверное осадной башни просто но эти баллисты готовы уничтожать мы что не перетемпует видимо садом ну какой-то очень контрольный контролер так как взять так чтобы лишний раз не играть давайте наверно просто керакоморпех поставим веселый добрый игрок хороший мужик и мы эту карту добиваем нам нужно чтобы он более весомый стыд отдавал а после которых мы могли бы уже поставить хенсельта хенсель крутой чел хенсельт красава много отдаем и много но пока оппонент решает делать на удивить помоечку и это нас вообще не устраивает у нас ходов нет проблема синима нет и вновь на эти шапки не знают чести а как где отряд твой пока не сотрат который он поставил это басисты ой контролер шон хорошечном ну не знаю нам нужны отряды дай нам отряды только контроль него только контроль хорошо наконец-то наконец-то по наконец-то ты хочешь мира так сражайся за него действительно сражайся чё ты так играешь так на отвяжись надо сражаться за мир надо за него сражаться так роли дима вент мистера фара лебедка эльфа себе карт видимо лебедка него в руке 2 роли бы . в руке хорошо подание пойдет для нас хорошо и всего один ряд расставляет под под гордость вольтеста ошибка получается ошибка так сначала мы ставим катапульту дам жмем так и жмем так так ну скорее всего кипящее масло будет в эту карту я думаю пульта пульта я еще не сыграл ладно мы этого никак не законтрим так слушайте а можно на самом деле сыграть пока что баллисту так у нас заряд остался а в кого у нас заряд был вот заряд не был потрачен так можно на самом деле сыграть баллисту на колесах и ее прожать это будет неплохо что музыка немножко троит вот же ты нерфите так я чё не заскамили на эти на очки что с музыкой и игра немножко фризит странно за это у меня еще время тратится ну вроде бы победа вроде бы победа несмотря на то что оппоненты довольно таки неплохо неплохое позиционирование тут ну мы будем играть бомбардировку уже сто процентов у нас раз осада два три четыре пять пять карт осад бомбардировка сыграет на очень много играем именно ее черные тучи сгустились над темерией вот можно даже мин стол что происходит project project как дела отличное попадание лучше на самом деле эх жаль не всегда но я думаю это просто разгром не люблю я ноут юнит помойчики сегодня прям весь день против меня какой-то около ноут юнит контроль себя за контри ну себя за контри что ты меня так контришь лицо свое за контри бесит мне контролеры давай играть нормально архетипов вот я на предности играю что за помойчик я не собирался часто на самом деле матчап попадается где ставят плотцем и после этого сдаются потому что они находят нужную карту вот такой вот матчап пытался законтрить меня законтрил себя идем дальше так против нас играют ловушечки тебя интересует что-то конкретно кстати я даже наверно немножко рад потому что ловушки не настолько контрольные как многие колоды которые мне попадались сплошной контроль против меня у меня на столе стоит огромное количество карт а у понята 0 карт и я такой сижу и думаю блин что делать ловушек я даже рад немножко видеть потому что их хотя бы можно как-то поконтрить с ними хотя бы как-то можно поиграть оппонент расставляется пока ничего такого а я бы начал с баллисты на колесах то есть мы сейчас все карты его переконтрим у нас есть азильтрик имбы начинаем мы с баллисты футболиста масло еще дали отлично очень хорошо все что он сейчас поставит мы переконтрим это хорошо у него карта на 7-8 очков окей этого мы сразу валим маслицом без вопроса глорсон сейчас ты сделаешь так баллисты фигачим его и масло вкидываем окей мы даже можем не тратить его мы можем спокойно ему бордировка вольнуть военный приступ так подожди бомбардировка бьет на 5 и добиваем 2 да бомбардировка это 5 плюс 2 отлично даже не пришли зильтрик тратить или как его там правильно зильт кирк не любил его в жизни в детстве наверно мама нормальный размер 06 ну мы должны найти карты вот и все мистера фара и осада и в принципе победа ну это не та карта которая нам нужна окей убираем гордость у нас не должно быть мы играем без гордости пользуется так и лебедку я бы аккуратно убрал пойдет так король 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 говорит ну король будет 100% в осаду можно еще мистера фара пометить можно пометить мистера фара то есть сыграть дима венда сыграть лебедку осаду и мистера фара если только он выживет так давайте играть его у нас скорее времени мало на все про все лебедка мистера фара и осада окей прожимаем одну лебедку прожимаем и осаду еще отыгрываем от ловушек которые убивают сильнейший отряд еще отыгрываем от ловушек так что мы можем сделать здесь я бы наверно вот эту карту поставил на лоу темп но но потом сыграет круто перебьет всех лилипутов так это у нас новый эльф дам риордан мы бьемся до последнего две ловушки плохо нам плохо плохо нам извиняюсь так такс сначала объем так пойдет король вместе скорее всего с это отряд будет убит блин вот это аж сейчас будет жестко импульс это масса помноженная на скорость окей ну это по-любому да это она была прочитана плюс-минус нифига мы всех убили так нам еще сходить надо кстати здесь шутки шутки нам еще сходить надо нам не до шуток ну это небольшая неудача то есть мы не сыграем в этом раунде короля ну бывает такое случается тут я как бы ничего не могу сказать про удача бывает бывает или нет так здесь мы можем поставить катапульту в принципе катапульта вообще неплохо но желательно все прожать в любом случае катапульта имбы получается ловушки слабенькие он не особо ничего не сделал а это скорее всего который груза создает груза не груза эльфиски ловчик симласа отдает убивает два движка один окей один движок убивает еще один движочек хорошо сам тхойне понял так блин гордость вольт из-то имбата имба но неудача ладно давайте сейчас сделаем так а надо добивать их так теперь мы можем попробовать сыграть лысую голову в бомбардировку в бомбардировку черные тучи сгустились над темерием окей много перебили хорошо там верно сель есть поэтому такие вот картонки небольшая неудача случилась то есть если бы вот этого не было было бы еще лучше но оппонент решил немножко сдаться он не знал на самом деле какая у нас рука у нас рука была не самая удачная но как видите даже вот такой вот контроль в первом раунде который мы показали выиграл нам катку идем дальше так против нас играют аристократы главное не терять голову мы на синий ну кстати необычный матчап я вообще не знаю даже что ожидать сейчас ну то что у нас есть контроль в первом раунде уже неплохо лебедку мы уберем мистера фара имбы я бы наверное убрал одну катапульта и одну баллисту неплохо давайте сыграем мистера фара но прожимать Ну, Винсента он отдаст Ребетка в руку классика Эх, Винсент реально Стоит только сказать об этой карте И она у оппонента всегда будет Давайте сыграем так Ну, размен неплох Размен неплохой Тамимая жаждой Это ты про себя, что ли? Так, есть шанс, что мы два раза сюда попадем Смотрите, ребят, показываю один раз Так И еще раз Эх Ладно, небольшая неудача Но ничего, еще у нас есть Попытки, шансы Ну, кстати, видимо, без артфиайна Либо артфиайна в руке у него Господа, не любят чужаков В это я верю, конечно, меньше, но В теории такое возможно Наверное, бомбалейла Ну, не очень красиво получилось Ну, ладно Так, пока прям по сатикам По макро-моментам нам не везет Но ничего Еще можно выиграть Катриона О-о-о-о Неплохо Получается, мы ее не контрим Катриону не контрим Смешно звучит Плохо Очень плохо Но то, что он лидерку отдал Это нормально для нас Зачем? Давайте так сходим Минус лидерка Минус Винсент Минус Катриона Неплохо Ядов будет много Ой-ой-ой Попробуйте Так во рту летает Давайте сходим Так Нету никакой цинки Это все эльпские выдумки Главное, что нам этого хватает Пока что Оппонент лидерку отдал Заметьте Я только одни Вот в преданности Должна быть Да, действительно Преданность Действительно Преданность Нам плохо Ну пока Просто смотрим Пусть он отдаёт ресурсы Да он лидерку отдал Так прям Яро Пусть это Адмирала Рампале Ковина черпи Не та карта Это не та карта Но уже неплохо Наверно пас Наверно пас Минус лидерка от оппонента Это очень хорошо Минус Биг контроль Хотя ему особо Биг контроли тут и не нужны У нас всё ещё Большие шансы на победу Но нужен заход В принципе Как и всегда Ничего не меняется Ну осаду короля Или высадку Хочется конечно же В руку получить Осада нужна нам В руке Хорошо Хотя бы высадка Ой Я конечно понял Что это за колода И она Не сказать что хорошая Потому я отказываюсь От каждой десятой кружки Новая игра Это всегда может Конечно Жажда доконает Да Первый панец Пытается карту Вытащить И у него это Вполне может Получиться Ну здесь Мы знаем Что неудача Окей Варианты Может и интересные Но не для нас Лебедка Бомбардировка И наверное Пусть будет пацан Жмых Лебедка Пацан Я все отдам за грог Веселый добрый грог Окей У нас остается Осада Не Выиграть все еще можно Довольно таки Неплохо Можно выиграть Довольно таки Неплохо Главное сейчас Не забрикаться Нигде В теории Может Может это Намечаться Так У нас нет Осады И нам надо Не поймать Гордость Но осада Нам нужна Без осады Мы тут мало Что можем сделать Давайте уберем Баллисту И гордость Это наверное Лучший размер Который мог быть Лучший размер Который мог быть Так Играем мы Получается Осаду Тик у нас Под Зильтрика Под какую Другую карту Именно под него Так Галдел не так Много давал То есть Бабик контроля Ана Генри Это бесполезная Катриона Окей Ван Мурлиген Нас разбаловал Да пипец Прошу вас Помен Ваша Преусходится Я не успеваю Наверное Так В эту карту Так 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 А вот и Бал В рот его Так А он еще и бафает Это хорошо До 8 Еще больше А мог еще бафнуть Так Слушайте Наверное даже Стоит отдать Масло Масла не хватает Да Мы если Ударим Вот этот А подожди Бомбардировка Еще будет Не давайте Давайте бить Давайте бить Давайте все таки Побьем Солдата Конечно нет Надо делать Так Надо Хочу Сражаюсь Ну В принципе Ничего нового Небольшая Неудача Ладно Теория Это все еще Неплохо Но лишь В теории Так Может было масло Отдать Ну мы сейчас Масла больше Получим Статов Адмирал Рампале В рот его Топтали Нас слишком много Конечно Надо контрить Нам Очень много Но адмирал Рампале Страшнее всего Для нас Наверное Поэтому Первонаперво Будем бить Именно его Ну повторюсь Здесь нам Немножко Не повезло Потому что Одной Тремя Жажда Могло Не быть Уже Это мы Сразу Убиваем Это мы Сразу Убиваем Ну и вряд ли Мы тут уже Сможем догнать Слишком хороша Рука У оппонента Слишком хороша Рука Настало Время Для Обна Вражей Выигрывает Игру Ой Мистер Почти В общем Мы бы выиграли Если бы попали Лишний раз Потомимо жажды Обидный На самом деле Плей Обидный Матчап Но Какой есть Такой есть Если бы попали Потомимо жажды Выиграли бы Ладненько Бывает Такое Случается Бывает Такое Случается Но В принципе Это для нас Контрматчап Слишком много Контроля Блокировок И так далее Поэтому Нам это Проходить Очень и очень Сложно Тем более Когда оппонент Дает очень много Ресурсов В первом раунде А мы во втором Немножко Брикаемся Ладненько На сегодня Все Вот такая вот Колода получилась Опять таки Недавно у меня выходили Аристократы Мы проиграли Аристократам Гайд на аристократов Уже есть На более хорошую колоду Эта колода Проиграет в мирорах Эта колода Проиграет Против других Нильфов Моя колода Посильнее будет Советую посмотреть Вам гайдец Если не смотрели Вы были на канале Металик Дени Ждите новых гайдов Новых стримов И пишите Какую бы колоду Вы хотели бы Увидеть следующую В гайдах Всем удачки Ребят И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok